Всем привет! Как вы могли заметить, Близзард потихоньку начинают обновлять старые локации, и очищение Лордерона от чумы является прямым тому подтверждением. Помимо королевства отрекшихся, переделке подверглась и часть столиц фракций, в которых собираются возвести по новому порту. Но вместе с тем появились и весьма толстые намеки на обновление еще одного падшего людского королевства – Гилнесса, что уже больше десяти лет лежит в руинах. И знаете, мне всегда было обидно за него, поскольку королевство имеет довольно интересную архитектуру и историю, оно поистине великое, да и стартовая цепочка воргенов многим полюбилась. И вот разработчики наконец решили его переработать или хотя бы заселить подданными Седогрива. Какие намеки они оставили нам как в обновлении 9.2.5, так и несколько раньше, мы сегодня вам покажем. И кстати, если вы прям обожаете дополнения Личкинг и обожаете воргенов, но не можете их совместить по понятным на то причинам, то вам поможет проект Сирус, ведь на этом бесплатном сервере World of Warcraft есть не только воргены, но и множество других интересных рас, которых никогда не было на Личкинге или Бёрдник Крусейд, а эти дополнения еще и объединены на одном реалме. Если вы не можете оплатить подписку, но играть охота, то сейчас самое время вновь окунуться в быт Азерота вместе с хорошим проектом. Ссылка в описании, на Сирусе рады всем. Так, что-то я немного отвлекся, вернемся к основной теме ролика. И начнем мы с самого свежего, с обновления 9.2.5 и цепочки по возрождению Лордерона, которая как раз и закончилась большим намеком на обновление Гилнеса. Как только мы завершаем миссию по разведке в Землях Отрекшихся и заодно помогаем им в нелегком деле, Калли имени Тил веряет нам письмо, адресованное Гену Седогриву, как правителю соседнего государства. В этом письме она прямым текстом говорит о том, что на Первом же Совете Отрекшихся вынесет вопрос о немедленном выводе войск из Гилнеса, что означает полное освобождение королевства от Отрекшихся. И, вероятно, это распространяется не только на само королевство, но и на Серебряный Бор, часть которого уже давно контролируется в органами Альянса, судя по книге Исследуя Азерот. Ты проявил великодушие, и я спешу ответить добром на добро. Первой же темой, которую я вынесу на рассмотрение недавно созданного Мрачного Совета, будет вывод войск Отрекшихся из Гилнеса. Путь к миру не близок, но я верю, что однажды наши позиции сблизятся, и мы поведем наше королевство к более светлому будущему. Добрые вести. Это приятный сюрприз. Первый за долгое время. Надеюсь, нас всех и правда ждет светлое будущее. Как мы можем заметить, Седогриф впервые за долгое время испытал чувство радости или облегчения. Ведь обычно он на все заявления реагировал максимально неодобрительно. И раз уж Гилнес освободят в ближайшее время, значит беженцы захотят вернуться и восстановить падшее королевство. На деньги простых граждан Альянса, конечно же. Но в то же время пока не ясно, согласятся ли с таким решением остальные члены Совета Отрекшихся. Хотя... не думаю, что нам покажут какие-то политические интриги. Скорее всего, сюжет окажется максимально прост и банален. Поэтому считайте Гилнес уже возвращенным. Также на официальном сайте в описании воргенов нам так и норовят донести тот факт, что представители расы, включая их правителя, только и думают о возвращении своего королевства. Мол, воргены живут лишь с мыслью восстановить Гилнес. Так сказать, отомстить отомстили, теперь пора и делами заняться. Допустим, воргены заново отстроят свое разрушенное королевство, наладят снабжение и инфраструктуру. Кто тогда встанет во главе государства? Конечно же, первый ответ, что приходит в голову – Седогриф, кто же еще? На самом деле, это не так. Не стоит забывать, что Седогриф – это настоящий феномен. Он последний из великих королей людских королевств еще со времен Первой войны. Уже тогда он был не молод, а на момент Шэдоуленса он должен быть уже одной ногой в Бастионе или Малдраксусе. Естественно, рано или поздно королю придется уйти на покой. Настало время молодых, и разработчики нам это показывают, причем уже не намеками. В самом конце битвы за Азерот открылась квестовая цепочка на наследную броню воргенов, причем весьма занимательная. В ней дочь короля, Тесс Седогриф, решается обратиться к дикому богу Голдену с просьбой даровать ей силу воргена. Иными словами, решает добровольно принять проклятие, несмотря на то, что отец всеми силами уберегал ее от этой хвори. Однако Тесс все же осталась непреклонна, и погруженная в сон смогла увидеть видение прошлого, пережить уничтожение Гилнеса и гибель брата Лиама, а затем вернуться и лишь укрепиться в своем решении. Как оказалось, Тесс понимает, что вскоре ей придется занять трон Гилнеса, и поэтому она хочет быть со своим народом в полном понимании и согласии. На одной волне, так сказать. Посему без проклятия воргенов никуда. Мол, как человек может править воргенами? Нужно самой стать воргеном? Заметьте, данный сюжет о наследстве вышел практически два года назад. Видимо, уже тогда Близзард готовили почву для упокоения Седогрива. Причем в обоих смыслах этого поражения. Если сложить все перечисленное мною в один пазл, то мы увидим картинку скорого возрождения падшего королевства воргенов с новой правительницей во главе, которая законно получит права на престол, как и Андуин Рин. Вот правда, понятие «скоро» в нашем случае весьма растяжимо. Я не знаю, когда именно это произойдет. Перемены слишком глобальные. Может в Dragonflight, а может уже в следующем дополнении. Но одно я знаю точно. Это произойдет вместе с обновлением Лордерона и Тельдроссила. А что думаете вы? Ждете ли возрождение Гилнеса? И как думаете, когда именно это произойдет? Пишите свои догадки в комментариях и не забывайте поддерживать канал подпиской и лайком. Это очень важно для нас. Всем большое спасибо за просмотр. До новых встреч!